всем привет меня зовут макс и добро пожаловать на гору сегодня мы катаем цилерталь арену а пока мы поднимаемся на гору немного истории цилерталь арена находится в самом сердце долины цилерталь которая также известна своими топовыми каталками как мэрхофен хохфюгн и ледник hintertux между всеми этими каталками действует один скипаж и регулярно ходят как поезда так и автобусы за исключением ледника hintertux туда можно добраться только на автобусе первое письменное упоминание о долине цилерталь датируется аж восемьсот восемьдесят девятым годом когда король арнольф каринтийский предоставил часть своих земель архиепископу зальцбургскому тогда же собственность на долину была разделена вдоль реки циллер даже по сей день это разделение хорошо прослеживается церкви с правой стороны реки как правило имеют зеленые башенки и принадлежат за альцбургу а церкви с левой стороны реки имеют красные башенки и принадлежат инсбургу перепад высот с циллер таль арена от 600 до двух с половиной тысяч метров гора насчитывает около 150 километров трасс из которых 50 километров в синих трасс для начинающих 90 километров красных трасс для катающихся и 12 километров черных трасс для прорайдеров циллер таль арена состоит из нескольких гор между которыми можно путешествовать очень советую вам начать и беган съех мне там особенно нравится эта каталка позаботиться о каждом туристе без исключения циллер таль также очень любит детей тут для них все предусмотрено 9 специальных детских трасс аниматоры лыжные школы и даже отдельный детский подъемник важно в детские сады необходимо регистрироваться заранее подробную информацию вы найдете в описании на арене ну прям очень много фрирайда катание в нет раз тут довольно безопасно и хорошо изучается с подъемника идеально подойдет для первых шагов начинающих фрирайдеров а для того чтобы свежие фоточки быстро запустить в инстаграм здесь в каждом ресторане предусмотрен бесплатный вай-фай меню множество ресторанов как на горе так и в долине предоставлены на нескольких языках в том числе на русском только на горе здесь расположено около 37 гостевых домов а в долине огромное множество отелей тилерталь арена считается одной из самых популярных каталог в тироле и есть за что тут огромное количество развлечений после активного дня катания такие как лыжные дискотеки сауна теннис сквош пешие прогулки беговые лыжи ночное катание на санках ночное катание на лыжах в общем на любой вкус если же вы решили сделать денек перерыв между катанием то советую посетить вам один из самых красивых водопадов в австрии кремльский водопад он находится всего в 30 минутах езды на машине но также туда можно добраться и на автобусе подведем итог очередей в разгар сезона здесь практически нет много несложного фрирайда и насыщенное время провождения после активного дня катания из минусов я заметил только старые подъемники на самом верху они без ветрозащиты и довольно короткие для того чтобы подняться снизу на самый верх вам придется несколько раз пересесть спасибо за просмотр ставьте лайки если вам понравилось это видео пишите в комментариях ваше мнение если вы здесь уже были или какую гору вы хотели бы посетить мой инстаграм внизу подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео и увидимся на склоне